Звучит музыка А кто это нас тут свалить решил? А что это мы с собой везем? Восемь лямов налички? И слышь в страной ферме, ты че оху**л что ли? Субтитры сделал DimaTorzok Привет! Здрасте! Привет! Здрасте-здрасте! Как дорога добрались? Все путем. Мы давай ближе к делу. У меня мало времени. Что ты хотел у нас на Кавказе? Ну вы там типа шферму продавали. Да, есть такое. Так поехали глянем, что там да как. Тачка есть? Есть, вот. Пикап стоит. Да, с цветами конечно у вас беда. Баклажан. Не заспел. Лада, седан, все дела. Это прошлый век. Ну ладно, погнали. Ну что ж, приветствую вас в вашем новом хозяйстве. Я думаю, что вы сможете поднять его с колен. А это что, типа мои поля? Да. У вас в наличии два поля. А что так мало-то? Я думаю, для начала вам хватит. Пойдемте проведу экскурсию маленькую по ферме. А, кстати, давайте лучше машину загоним. Вот, смотрите. Это будет ваш дом. Там хоть отопление есть. Здесь тепло. У вас в наличии шикарная база. У вас есть даже своя АЗС. Привозите топливо и заправляете технику. Есть много ангаров для хранения техники. А какие большие? Там дальше есть элеваторы. А что? А тут что? Расскажи, э. Где, где, где? Вот семена всякой залупы. Ну, это хранилище семян и удобрений. Сюда также привозишь семена, засыпаешь на склад, а потом набираешь их отсюда без проблем, чтобы не ездить далеко в магазин. Угу. Понятно. Погнали дальше. Вот здесь у вас различные будут элеваторы. Позволяют хранить все сыпучие культуры. А здесь хранилище для корнеплодов. Ага, круто. Вот. Здесь на досуге можете в баскетбол поиграть. Сейчас попробуем. Чё-то как-то ты стрел на мяч несёшь. Это вообще выглядит странно. Why? Оуу. Майкл Джордан. Вот здесь вот морковь, картофель, лук, моносмесь для животных. Чтоб далеко не бегать с поля, таит здесь конструкция типа сортир. Заходите. Возьмите. Дверь открывается. Закрывается. Ладно, погнали дальше. На ферме также у вас будет присутствовать возможность завести животных. А куда старые коровы-то делись? Проданы. Зачем им вам оставлять? Они были худые, неопрятные. Ну, придётся вам, если захотите, самим это сделать. Ну, тут вот навоз, наверное, будет. Чистить вам придётся. Здесь у вас будет овчарня. Породистые бараны будут давать вам шерсть и мясо. Ну, вот единственный объект на территории фермы, который не работает, это кормосмеситель. А чё с ним? Его сломался. Ладно, пошло. Мешало, мешало что-то с механизмами. Нету денег починить. Я понял, ладно. Здесь можно хранить круглые тюки, сено, солому и травы. Тоже могут пригодиться. Предлагаю проехаться по городу, посмотреть, где что покупается, где что продаётся. Как вы на это смотрите? Да, погнали, конечно. Слушай, вот в этом здании находится управление Леспромом. В городе категорически запрещается пилить лес. Для этого нужно получать лицензию. Лицензия получается здесь. Так что не забывай. Ага. Только всё по лицензии. Смотрите сюда. Если вы захотите что-то приобрести из недвижимости, вам сюда. Здесь будут предложения со скидками. Либо дорого, либо со скидками. В общем, если захотите приобрести какую-то недвижимость, вам сюда. Здесь находится фирма по продаже элитных животных. Тут лучшие бараны в нашем краю. Также вы можете приобрести себе коров, каких-то свинь от лучших предприятий Европы. Здесь находится садовый центр, где вы можете приобретать удобрения, семена. Также это, наверное, будет дешевле, чем в магазине. Дальше находится кукурузник. Вы можете заказывать опрыскивание полей своих с помощью самолёта. Вот здесь находится одно из ваших владений. Это станция производства биогаза. Довольно-таки внушительное владение. Чё, это первый раз видишь, что ли? Вот здесь у вас большие ямы для сечки, чтобы производился силос. Сюда будете продавать силос. И вам будет какая-то денежка капать. Ага. Ну что, вас устраивает? А сколько фирма? Сколько денег вы за это говно хотите? 8 миллионов евро. А чё так за хрена-то? У вас же ни хрена не осталось. Ну, как вам сказать? У вас есть два поля. У вас есть капитальные строения. Заезжай и живи. Ладно, по рукам. Всё тогда. Пойдём подписывать документ. Угу. Погнали. Ну что ж, друзья, ещё раз здрасте. Василий наш переехал на Кавказ. Приобрёл себе вот такую вот замечательную фермочку. И будет пытаться на ней развиваться. Не знаю, что из этого выйдет. Не знаю, как оно будет у нас. Насколько длинным это прохождение. В общем-то, всё зависит от вас. Будем, в общем-то, смотреть, развиваться, пробовать. И всё у нас будет хорошо. Соответственно, друзья, сегодня мы ещё уберём вот это поле. Тут у нас растёт пшеничка. Она уже созрела. Оставили нам тут немного добра. Также у нас есть много всякой-всячины на складах. Но я подумал, что я её продавать всё-таки не буду. Хотя первое время придётся работать именно на продажу. На этой карте приобрести заводы – это, скажем так, очень дорогое удовольствие. Плюс на карте есть система рейтинга. На данный момент он у нас равен нулю. Поэтому в первую очередь мы будем развиваться именно в сторону выращивания и продажи урожая. Поля, техника и всякое в этом духе. А потом уже приступим к заводам. Для того, чтобы нафармить рейтинг, надо именно заниматься всякой сельскохозяйственной фигнёй. Обзавестись с животными, выполнять контрактики. Тут есть местная система контрактов на собственных скриптах. Да и вообще контракты на полях я тоже буду за кадром делать. Они, увы, в 17-й ферме сделаны по-конченному. Неинтересно. Но ничего не поделаешь. В общем-то придётся позаниматься этим дерьмом. И первое, на что мы будем копить рейтинг – это мельница. И для покупки нужно 3 миллиона 200 тысяч долларов. У меня здесь доллары стоят, да? Это, кстати, не финальная цена. Как уже вот этот вот кавказец нам говорил, надо будет обратиться к агенту по недвижимости. И, соответственно, с ним уже начать торги. Может получиться такая фигня, что мельница будет срочно продаваться. И её отдадут чуть ли не за миллион, допустим, условно. А может быть, получится такая фигня, что и за 3 200 её отдавать не захотят. И надо будет заплатить миллионов в 5. Короче, тут как пойдёт. Деньги копить здесь не так просто. Но будем выполнять задания, будем продавать урожаи. Для начала надо будет обзавестись техникой. И я там уже договорился с соседней фермой. На уборку поля мы на эту. Одолжим технику, которую нам дадут. Там какое-то убожество есть. А в следующей серии мы уже приобретём что-нибудь себе своё. Единственное, надо ещё до этой самой техники доковылять. Её там вывели к 13-му полю. Оно пока не наше. Оно ждёт, пока созреет поле. И нам разрешили взять технику, которая там стоит. Добрые люди, однако. Правда, там говорят, вообще убожество стоит. Я так по телефону созвонился. Не знаю, получится у нас что-нибудь на ней. Не получится. Вон я вижу комбайн стоит и трактор с телегой. Хе-хей. Замечательно. Да, так себе, если что. Ну ничего, я думаю, мы как-нибудь досправимся. А ну-ка посмотрим, что у нас здесь. Это енисейчик. Да, заводится он, конечно, с большим трудом. Но работает. Это самое главное. В общем-то, я не знаю. Давайте, что ли, поедем на поле. На наше. Посмотрим, что у нас получится. Единственное, конечно же, надо нанять Валерона. Который будет у нас заниматься. Да, это хреновина, кстати, тоже хреново заводится. Хреновина хреново заводится. Ну ладно, ну вообще проблематично. Но работает. А это самое главное. В общем-то, Валерон сидит. Все хорошо. Погнали, перегоняем это дело к себе на базу. Поле у нас, слава богу, небольшое. И меня это, конечно же, радует. В общем-то, на трактор нанимаем Валерона. Он будет стоять и ждать, пока мы будем в него разгружать пшеничку. А сами в это время будем, соответственно, убирать урожай. Или не будет он ждать. Это должен ждать, теоретически. Да, я чувствую, это будет надолго. Хотя, не знаю, вроде как относительно быстро это все дело у нас собирается. Знаете ли, иногда хочется вот так вот взять и самому поработать. Потом, со временем, когда у нас будет много всяких полей, много работы, у нас будет много Валеронов работать. А пока нет денег им платить, соответственно, придется работать самому ручками. Ну и да, в принципе, я не сильно против на самом деле. Я же все-таки фермер с образованием, наверное. Я, правда, не знаю, какое именно образование у меня, но оно должно быть. Одна проходка на 11% бункер забила. Не знаю, много это или нет. Но здесь, конечно, придется поработать. Древний комбайн без GPS-навигатора, без вообще каких-либо удобств. Хотя, именно с такой техники мы, скорее всего, и будем начинать потом. Уже в следующий раз мы посмотрим, что у нас будет по технике. Что-то все равно придется покупать, безусловно. И вряд ли у нас сейчас хватит денег, потому что эта ферма обошлась в 8 лямов. Мы сюда приехали, у нас было 8 лямов. Там где-то еще подсобирали, где-то какие-то вложения были. И все это ушло просто в никуда. Понятное дело, о больших урожаях сейчас не идет никакой речи. Хотя бы есть два поля, это уже хорошо. Не знаю, правда, спасет нас это или нет. Насколько быстро мы будем развиваться. Ну ничего, посмотрим. Тем самым, друзья, бункер у нас практически заполнен. Поэтому выключаем комбайн. Поехали его разгрузим. Там где у нас трактор стоит. Что-то, конечно, неудобно там стоит, далековато. Но ничего страшного. Мы же с вами молодцы. Мы можем сделать все, что угодно. И подъехать с трактора разгрузить. Короче, это все не проблема. Так, вот так вот разворачиваемся. Аккуратненько открываем трубу. И выгружаем все, что у нас здесь есть. Походу в прицепе места не хватит, да? На все. Да, места на все не хватило. А жаль. Ну и ладно. Поехали тогда дальше собирать. Что, он поедет там разгружаться? Не, поехал. Так куда-то он не туда поехал. Ладно, он там должен будет разобраться. Я в него верю. Это я к тому, что можно не полностью набиваться. И он там будет ездить так разгружаться нормально. Ну все же, а мы продолжаем тогда. Включаем комбайны. Погнали. Дальше молотить зерно. 80% мы насобирали. Я думаю, этого должно вполне хватить для того, чтобы забить хотя бы на 90% этот прицеп. Он настал вон обратно. Надеюсь, у него все получится. Первый раз он вполне нормально справился. Давай, дружище, разгружайся. Да, даже полностью забился. Даже у нас что-то осталось. Ну и замечательно. Погнали тогда дальше. Я думаю, тут уже один раз нам осталось. Я думаю, все вот это вот то, что здесь растет, уже влезет в этот самый бункер, этого комбайна, по крайней мере, должно. В общем-то, включаем комбайн и погнали. Последний уже, последний путь, что ли. Последний рывок, я бы так сказал. Ну вот и все, друзья. Уборка убрана. Уборка убрана. Твою мать, что я несу. Уборка закончена. Соответственно, едем разгружать последний бункер. Тут, по-моему, как раз ровненько должно влезть в этот прицеп. В прицепе, по-моему, 3500, а у нас в бункере 3488. Так что, теоретически, это все должно как раз и уместиться. Сейчас мы, в принципе, в этом убедимся или наоборот, или не убедимся. Разгружаемся. Да, все, высыпали. 97% там наполнено. Ну и замечательно. Соответственно, комбайн мы тогда припаркуем вот здесь вот. Че у нас, ты поедешь? 97% должен поехать. Там, по-моему, уже девочка какая-то сидит внезапно. Че-то люди меняются. Один пришел, один ушел. Непонятно, как это работает. Ну и куда ты, зайка, поехала? Ну и ладно, поехала и поехала. Главное, чтобы доехала. Она доедет. Она молодец, я знаю. Все, дружище, давай там разгружайся. Я же, друзья, на этом эту серию закончу. В следующий раз за кадром я это самое сдам эту технику обратно. Не хочу больше на ней работать, она мне не нравится. Соответственно, у нас есть 250 тысяч денег. У нас есть урожай пшеницы. Правда, там сколько-то кубов? 11 получилось, да, у нас. Честно говоря, не очень много. Ну, пока что придется дешевую технику покупать, соответственно. Плюс у нас здесь лежит вон солома. Ее надо, тоже с ней надо будет что-то сделать. Что-нибудь придумаем. Плюс я за кадром еще попарываюсь в контрактике. Контракты здесь, система так себе, в отличие от 19 фермы. Но ничего с этим не поделаешь. Енисей Красноярск. Боже, какая это самая. Надо гринписовцам вообще пожаловаться, что здесь на такой технике ездят люди. Это, по-моему, неправильно. В общем-то, в следующий раз что-нибудь добудет. Плюс я хочу, наверное, я еще пока не решил. Но, наверное, имеет смысл объединить вот эти вот два поля. И убирать одно большое. Или, может, и не имеет смысла. Пускай разные культуры будут на двух маленьких полях. В общем-то, посмотрим. От вас же, друзья, попрошу лайк, комментарий какой-нибудь. Желательно прикольный. Всем, друзья, спасибо огромное за внимание, за просмотр. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok